друзья мои дорогие всем привет на связи наша рубрика не суди других ну или суди других сегодня хочу вам рассказать про пример скруджинга моем канале уже вышло видео скруджинг то есть про то как люди пытаются там выкруживать копеечку экономить на любимом человеке когда это уже доходит до какого-то абсурда то есть отчасти скруджинг это тоже формат некого такого финансового материального абьюза или скрытого или явного да это какие-то такие манипуляции связанные с деньгами то есть зачем люди так себя ведут просто чтобы экономить как бы наживу какую-то они хотят получить отчасти потому что они может быть хотят каким-то образом отомстить человеку отыграться ну понятно что это больно это неприятно когда человек влюблен когда он находится вот в потоке в процессе он это может не отслеживать но спустя какое-то время он или она понимает как же с ним обошлись ну как там использовали да на деньги жестко как обманывали на деньги как выманивали вот эти вот ресурсы ну конечно это больно это неприятные люди достаточно долго после этого приходят в себя вот сегодня такая история на своем дзен-канале уже эту историю описывала эта история произошла несколько лет назад с дочерью одной знакомой мне семейной пары естественно имена я все изменю там любые совпадения случайно давайте как у нас будут нашу героиню звать давайте у нас героинь нашу будут звать настя ее молодого человека давайте у нас будут звать ренат а вот ну там дальше не за походу есть какие-то имена еще другие будут нужны придумаем и так настя дочка таких не бедных родителей не обрамовичей конечно но такой семьи выше среднего хорошо училась красивая милая девочка все прекрасно там без каких там явных сложностей жизненных скажем так поступила в институт поступил в институт в другой город нормально там на дневное отделение устроилась устроилась куда-то там подрабатывать то есть вполне вполне такие счастливые студенческие годы себе запланировала и как там получилось у родители деньги были они ей предложили в том городе снять квартиру я не знаю по каким причинам она или не давали общежития она не хотела там жить не знаю а предложили они деньги на то чтобы снять квартиру она квартиру сняла ну как бы начала учиться работать общение туда-сюда и как-то практически сразу познакомилась вот этим вот ренат ренат он не сильно намного старше ее может быть года наверно на три на четыре он ее постарше был закончил школы по моему институт то ли бросил то ли но не учился и работал в каком-то автосервисе якобы там на что-то копил хотел какой-то бизнес а вот значит парень и парень вроде как вначале все было хорошо обходительные милые прям влюбился в нее по уши там под окнами стояла как-то они как-то быстро так сошлись роман начался он первое время ходил к ней вот в эту вот квартиру то что он жил с родителями отношения с родителями были плохие там плюс у него по моему сестра еще там же жила у родителей что там вообще все грустно было и он ей говорит а давай с тобой будем на двоих снимать квартиру типа она говорит ну давай у меня живи там ты может помогать будешь снимать эту квартиру мне от родители дают денег но как бы они не вот прям миллионы давали то есть как бы тоже так приучали и и скажем так некому такого распоряжения бюджета вот давай как-то будем там решать этот вопрос может вместе он игрит но у тебя квартира в неудобном районе мне тут не надо хотя у нее квартир это было как раз близко к тому вузу где она училась у нее все нормально было его этот автосервис и там еще какие-то места куда он ездил было все в другом месте он и говорит нет мне же надо вот копить на бизнес вот я как на свой бизнес накоплю я на те же юс у нас все будет прекрасно пока мне удобно жить там где-то вот около вот где у меня этот автосервис давай я сниму квартиру а ты мне будешь просто денежкой помогать ты от этой квартиры откажись который тебя родители снимают будем вместе с тобой как-то я пока вот на сто процентов не могу тебе позволить но будем с тобой в складчатка ну ладно хорошо привел он ее в какую-то другую квартиру квартиры и квартиры даже там похуже чем та которая была у нее по раздолбаний какое-то время они встречались значит она ему отдавала типа за половину этой квартиры потом у него там какие-то проблемы сложности случились ему деньги срочно нужны были то ли родителям что там на лечение то ли что в общем был период такой немаленький около года когда настя полностью ему отдавала деньги ну вот за это вот квартиру то есть которой они вместе жили в отношениях все было хорошо только первые полгода потом парень расслабился парень стал тиранить ее особо-то никуда они вместе не ходили ну в общем он бы и всегда недоволен то есть начался вот это вот типичный абьюз плюс сам были какие там предпосылки что якобы все-таки погуливал он хотя до конца пойман не был на всем этом то есть это ну был не явно тот роман который она рассчитывала она так этому со всей душой но она сколько могла терпел просто девчонки первый раз такие вот долгие отношения взрослые случились когда она с кем-то жила там да какой-то совместный быт был она же думал что это навсегда что они правда поженятся что надо перетерпеть но то есть в свои там не не полный сколько это 20 лет неполные 20 лет она ну как-то вот не сориентировался и очень страдала он как бы особо-то и денег ни на чё не давал и ей там что запрещал где-то ходить очень так ревнивый такой был то есть на такой вот эти типичные абьюзер который сам ты себя абьюзер разные бывают бывают статусные которые своим авторитетом задавливают и которые финансовыми рычагами пытаются пригвоздить как-то человека а тут другое абьюзеры которые чисто за счет психологического давления пытаются так как-то насесть на человека видят что она какая-то неопытная не ориентируется он думает что она всегда такая будет вот и в общем то дальше отношения ухудшались по-моему не даже дошло того что я не там не было прям вот не бил он ее не вот рукоприкладство явное но там было как-то он очень ей там что-то запрещал хватало ее то есть прям что-то уже на грани такого рукоприкладство было вот и что-то она не выдержала там с родителями посоветовалась психологу ходил сходила пообщалась ехать люди со стороны немножко глаза на происходящее то открыли и приняла решение она с этим парнем разъезжаться опять там свою квартиру снимать ну ладно в общем и он практически ее не держал во всем обвинял там начинал же ей говорить что там да ты ко мне назад придешь ты такого не найдешь там в общем очень такое да типичное поведение согласитесь много таких историй было и в общем как-то они когда уже расходились уж я не знаю что это было такое наверно некое такое проведение для того чтобы ее собственный гештальт относительно этого человека закрылся для того чтобы она уже как бы может жизнь лучше узнал потому что она все равно надо последнего цеплялась она надеялась что он ее вернет тяжело уходил ну первый раз до после таких долгих отношений как так отношения там больше года были у них там вот год-два в общей сложности когда от него уходила как-то случайно с ней на лестнице уже там практически когда вещи вывозил там его не было дома с ней с ночь случайно на лестничной клетке где вот они жили где квартиру он якобы снимал разговорилась соседка там какая-то в общем в чем там суть была это была собственная квартира рената вот этого ему ее оставил там как бабушка или как тетя двоюродная там непонятно ну прям его собственная квартира он в этой квартире жил то есть он просто тупо снасти эти деньги сдирал потому что знал что у него родители ну не вот прям бедные могут они позволить дать на квартиру более того а он разыгрывал же сцены когда некая хозяйка квартиры приходила и забирала у них один наличный там этой хозяйки даже сама настя давала в том числе и эти наличные а это была никакая не хозяйка квартиры это была родная тетя этого рената ну видимо просто он вот попросил ее играть роль уж я не знаю там вдоль и она у него была не в доле, там, ну, никаких договоров ничего этого Настя не видела, Ренат ей просто говорил, что он снимает эту квартиру, то есть ну, да, в общем-то снимает, а снимает, но ей, короче, живет она и живет, это же ее мужчина, он себя позиционировал как опора, как надежда, вот, она когда уже ушла от него, там, я уж не помню, какая-то, по-моему, все равно там перепалка что-ли была, что-то он ей там след писал, гадости какие-то, и она не выдержала, она, ну, ему сказала, говорит, ну, я все знаю, это что, правда, вот, или там, может, ты найдешь все-таки, что мне в ответ соврать-то, чтобы уж так низко в глазах моих не выглядеть, а он ей ответил, да, это правда, и не от тебя это твоих родителей не убудет, да, твои родители богаче моих, что им жалко, что ли, зачем мне тебя такую там, ну, разные недостойные слова надо было на своем хребте тянуть, а так ты хотя бы хоть что-то платила мне, хоть компенсировала квартиру, и то есть и вообще я девушку нашел, я на ней скоро женюсь, и я бизнес открою, я как раз за эти два года подкопил там какие-то свои деньги с автосервиси, в общем, типа, я тебя вот так вот использую, то есть человек ей вот так вот сказал, конечно, девчонка долго приходила в себя, и с психологом она поработала, и, по-моему, она в другой город перевелась, в вуз, потому что действительно, как бы напоминания очень тяжелые были. Вот такая история. Понимаете, как оно бывает? Вот как вот так? То есть это у кого-то в камеди, по-моему, было, что типа там с девушки брал деньги, да, за то, что она жила в его квартире. А ведь на самом деле такое в жизни бывает. Ну как, искренне девчонка, с душой, с открытым сердцем, и вот так, понимаете? Тут разные ситуации были. Правда, у человека на каком-то этапе может не быть денег. Ну уж как минимум, он может честно об этом сказать, например, что столько-то месяцев мы как-то вот на твои покантуемся, но я делаю то-то, то-то, я то-то порешаю, и дальше у нас будет лучше. И своими действиями, своей динамикой покажет, что способен он какие-то действия, скажем так, совершать. Но человек, по сути, только работал, даже не учился ничего. Ну, можно, наверное, было какую-то приемлемую сумму на жизнь заработать. То есть это чисто в чистом виде, вот этот вот нижайший такой скруджинг, использование такое было. Вот, друзья мои, как думаете, вот в чем здесь вообще, скажем так, соль этой ситуации? Слишком Настя была доверчивая? Или, наоборот, не надо ее выставлять жертвой, как кто-то мне там на Дзене писали, парни в комментариях писали под этой статьей, типа, ну когда женщина за счет мужчины живет, живет в его квартире и говорит, что она там бедняжка такая, у нее ничего нет, а сама там подкапливает какие-то деньги. Но это ведь такое же использование. То есть почему мы, например, осуждаем мужчину, но не осуждаем женщину в этой ситуации? То есть в свете того, что движение пополамщиков у нас все больше развивается в стране. То есть как бы тоже, может быть, для кого-то эта ситуация не такой дикой выглядит. Для меня эта ситуация дикой выглядит, потому что это просто обман, это вранье. Это по сути был срежиссированный спектакль. Даже если бы этот Ренат как-то аккуратненько бы там просто говорил, что ну у меня нет денег, нет денег, ты там помоги с жильем. Ну как бы это вот одного плана вранье. А когда это осознанный спектакль, который больше года шел с тетей, которая играла роль хозяйки квартиры и приходила, брала деньги, ну с твоей любимой девушкой, с которой ты там постель, стол делишь и так далее. Но это уже прям такое вот низкопробное вранье. То есть родители Насте, они приняли решение там не трогать, не мстить, не лезть туда. Вот там да, ну девочка перспективная, умненькая, красивая. То есть понятно, что у нее и дальше там жизнь вполне очень неплохо складывалась. Просто да, такой вот неприятный эпизод. Ну лучше уж там 18-20 лет на каких-то таких историях учиться, чем потом гораздо больнее там в 40-50 лет, обжечься, как-то еще более серьезно обжечься. В общем, вот такая вот история. Очень мне интересно послушать ваше мнение. То есть вы что думаете, да, то есть может быть наоборот кто-то из вас скажет, что а почему бы и нет, он имел на это право или там от нее не убудет. Может быть кто-то из вас наоборот скажет, вообще откуда такие мужчины берутся. Жду ваших мнений. Давайте посплетничаем, потому что тема любви и денег, тема вот этого вот использования, то есть она, конечно же, актуальна во все времена. Сейчас мне кажется, она еще более актуальна, потому что очень много людей, они реально эту тему заморочены, они боятся этого использования, они устраивают многочисленные проверки и так далее. И в итоге все равно так бывает, что человек все проверки проходит, а в итоге оказывается, что все равно гнилость определенная есть. В общем, делитесь мнениями и пишите в пример тоже какие-то, может быть, ваши истории, ваши случаи на обсуждение. Всем пока, всем до скорых волнующих встреч.